Однозначно первое, что нужно сказать, что закон о апартаментах является логическим продолжением закона о продаже жилой недвижимости иностранным гражданам. Фактически это тот же самый документ, только в совершенно другой форме. По сути, апартаменты в переводе с французского то же самое, что квартира. Мое личное отношение, позиция органов государственной власти, поэтому вопрос понятный. Этот вопрос является частью одной из элементов повестки российско-абхазских отношений. Плюс, я думаю, что к этому вопросу добавились еще личные какие-то коммерческие интересы. Поэтому власть пытается, не мытьем так, катанием, протащить этот вопрос любыми способами. Очень, причем, довольно топорными и грубыми. Порой это вызывает отвращение общества и поведения президента, и поведения отдельных министров и отдельных депутатов. Что касается самого законопроекта, то его обязательно нужно рассматривать вкупе с соглашением о содействии инвестиций или защите инвестиций между Российской Федерацией и Республикой Абхазии. Это соглашение тоже находится на стадии обсуждения в парламенте, потому что закон об апартаментах при его принятии обязательно будет работать с этим соглашением. Это точно такая же схема, которая была в 2014 году, когда правительство Республики Абхазии в лице Александра Золотинского раздавало лицензионные соглашения по нефти. Они одновременно с этим приняли еще закон об инвестиционной деятельности. То есть это идет вместе. Теперь, что касается самого вопроса об апартаментах. Я часто слышу и в социальных сетях, и в средствах массовой информации, везде обсуждается апартаменты хорошо или плохо. Я не вижу смысла вообще обсуждать вопрос апартаменты. Это хорошо с экономической точки зрения или плохо. Надо обсуждать вопрос апартаментах в условиях Абхазии. То есть в инвестициональной среде, в которой мы сегодня находимся. В наших условиях мы не имеем возможности принять этот закон. У нас нет даже предпосылок для того, чтобы его рассматривать. Потому что у нас очень слабая система власти. Власть, которая не способна что-то контролировать, чем-то управлять. Любые ее обещания о том, что она вот это будет делать, у нас заканчивается крахом. У нас есть многочисленные примеры того, когда органы государственного управления не могли решить элементарные вопросы. Не то, что там контроль о таких очень сложных проблем. В части администрирования налогов у нас не все получается. Мы не можем собрать налоги со своих граждан. Каким образом будем собирать налоги с олигархом? Сама позиция власти, что это якобы принесет экономический успех району, тоже несостоятельна. Потому что она лишает жителей депрессивных районов Абхазии самого главного фактора, благодаря которому они могли жить и развиваться этой земли. То есть, вместо того, чтобы зарабатывать, будут зарабатывать наши граждане, вместо них будут зарабатывать иностранные граждане, олигархи, люди, которые не имеют ничего общего с Абхазией. Поэтому я категорически против. Я очень надеюсь, что парламент не примет, не просто не примет, а даже вынесет из повестки сессии этот документ. Он не будет его рассматривать и вернет его президенту. Хотя у нас инициаторами являются депутаты парламента, я более чем уверен, что главным инициатором этого документа является администрация президента. И президент именно в первую очередь. За пределами Абхазии почему-то акцентируют внимание на то, что апартаменты будут приобретать граждане России и прямо пишут русские. У меня такой вопрос и здесь с этим. Кто может приобрести апартаменты в Абхазии по данному законопроекту? Ну, в соответствии с законодательством, с самим законом, то апартаменты может приобрести любое лицо. Абсолютно. Хотя есть обещания со стороны органов власти, что у нас будут соответствующие изменения в иммиграционном законодательстве и еще в каких-то сопутствующих нормативно-правых актах. Но учитывая то, как мы все это контролируем, как мы все это делаем, скорее всего у нас будет там все бесконтрольно, и никто за этим следить не будет. Граждане любого государства у нас может купить апартаменты. Будет гражданин Бангладеша или гражданин, не знаю, там Белоруссии, Грузии. В первую очередь Грузии. Это вызывает опасения у нашего населения. Гражданин любой национальности, скажем так, может купить апартаменты на территории Абхазии. Даже грузин, который, возможно, участвовал в боевых действиях на территории Абхазии, может при наличии у него гражданства Российской Федерации без проблем купить апартаменты на территории Абхазии. Все эти вопросы вызывают озабоченность. Здесь, конечно, тоже со стороны Грузии, грузинских средств массовой информации, грузинской информационной среде обсуждается вопрос о том, что Абхазы якобы противятся появлению на территории их республики русских. Такие разговоры ведутся. Но я хочу, чтобы было понимание. Абхазы никогда не были конъюнктурщиками. Наше отношение к России, к российскому народу никогда не менялось. Даже в сложные периоды для Абхазии, когда после войны в Абхазии правительство Российской Федерации в лице Бориса Николаевича Эльцина объявило эмбарго, экономическую блокаду абхазскому народу, отношение, дружелюбное отношение, братское отношение абхазскому народу к российскому. Кстати говоря, я хочу это подчеркнуть, российский народ не поддерживал позицию своего правительства и всеми способами помогал Абхазии. Он не поддерживал позицию своего правительства и во время войны, когда Ельцин и его правительство оказывало давление на Абхазию. Мы все это помним, мы об этом не забываем. У нас нет никакой мысли закрывать нашу страну от российского народа. Единственное, что мы хотели бы, что для нас важно, чтобы мы не прошли тот путь, который прошла сама Россия в 90-е годы. Если вы помните, в 90-е годы Россия оказалась под мощным влиянием инвестиционной экспансии иностранных государств. Россия в том, что различного рода олигархат начал разрывать эту страну, лишил ее огромного количества национального богатства, ценности. Мы не хотели бы оказаться именно в этой ситуации. У России достаточно большой объем ресурсов, она смогла выжить в этой ситуации. У нас, к сожалению, таких ресурсов нет. Единственный ресурс, который мы имеем, это земля. И гражданам нашей страны, нашему народу больше ни на что рассчитывать. Мы не собираемся отдавать эту землю олигархам. Мы не хотим видеть трехметровые заборы вдоль наших берегов, чтобы ни наши граждане, ни наши гости не имели возможности не то, чтобы выйти к морю, а вообще видеть море. Мы, к сожалению, такие случаи мы наблюдаем. Есть яркие примеры того, что сегодня происходит в Сочи. Можно далеко не ходить. В Крыму это происходит, когда олигархи, крупные бизнесмены, они лишают рядовых граждан, средний класс, возможности пользоваться этими благами, просто занимая гектарами земли. Мы этого не хотим. Нам достаточно того, тех туристов, которые к нам приезжают. Это средний класс, люди с небольшим достатком. Они нас вполне устраивают. Мы хотим, чтобы у них были возможности для того, чтобы отдохнуть на территории Абхазии. А у нашего народа были возможности на этом заработать. То есть, как бы такой взаимовыгодный процесс. И никакой связи, никаких отношений с олигархами мы не хотим. В сети интернета есть фрагмент Владимира Путина относительно апартаментов. Вот в связи с этим, как бы ты прокомментировал? Вообще, апартаменты изначально – это мошенническая схема. Мошенническая схема, потому что она идет в обход жилищного законодательства Российской Федерации. Это очень удобная схема была для девелоперов, которые при наличии высокого спроса на жилую недвижимость решили отдавать под жилье коммерческое недвижимость. Этой схемой очень долго пользовались в России, но она с течением времени начала давать сбой, потому что в первую очередь люди, которые начинают жить в коммерческой недвижимости, начинают ее пользоваться как жильем, у них возникают проблемы. Проблем у них нет парковочных мест, они не могут воспользоваться доступностью дошкольных учреждений, среднеобразовательных учреждений. Сами здания коммерческие, они непригодны для жилья, они изначально там совершенно другие стандарты. Есть проблемы с детскими площадками и так далее. И когда эта проблема встала, они начали обращаться к органам государственной власти, переравнять статус вот этих апартаментов к жилью. Эта проблема очень острая на территории России, эта проблема ярко выражена в крупных мегаполисах, потому что там большее количество апартаментов. И эту проблему обсуждали на уровне Государственной Думы Российской Федерации. Плюс ко всему эта проблема отразилась и на коронавирусной туристической сфере, потому что стало удобно использовать апартаменты в этой сфере. Изначально из-за того, что в России этот вопрос не урегулирован, он до сих пор не закрыт. Экономических выгод для государства от апартаментов особых нет. Государство не в состоянии контролировать эту сферу деятельности, потому что они выпадают из-под жилищного законодательства. И по этой причине владельцы апартаментов... Владельцам апартамента, в принципе, там что происходит? Главное, девелоперу построить здание и продать. Дальнейшая судьба того, как эти жильцы там будут находиться, как они будут жить, его вообще абсолютно беспокоит. То есть, если, допустим, мы сегодня у себя в Абхазии решим вопрос открытия этих апартаментов, неизбежно, рано или поздно, эта проблема ляжет на плечи местных органов власти, на плечи государственных структур, потому что потребуется... Мы сегодня говорим, что инфраструктура не нужна. Но инфраструктура неизбежно потребуется. Невозможно построить жилой дом с людьми где-то на Атшибе, где люди не имеют возможности не иметь рядом поликлиники, куда не может приехать скорая помощь, где нет магазинов продуктовых, нет детских садов. Это так не бывает. Люди через некоторое время начнут требовать свои права. И то, что говорят, что люди не будут требовать гражданства, это тоже неправда, потому что человек, длительное время, находящийся на территории Абхазии, ему необходимо пользоваться всем объемом... Ему захочется пользоваться всем объемом прав. И если он в соответствии с действующим законодательством о гражданстве, он проживет определенный период времени, он имеет полное право этим правом воспользоваться. Мы здесь не можем ему это запретить. То есть у нас колоссальный объем проблем возникает в связи с этим, которые мы решить не можем. Да мы изначально... У нас инфраструктура не способна выдержать это. У нас нет таких коммуникаций. Это водоснабжение, водоотведение. Наше энергоснабжение, вы знаете, в каком состоянии находится. Резвизонтария сегодня говорит, что инфраструктура на втором месте. Но, извините, когда он был руководителем Черномор-энерго, он говорил об энергетике, тогда инфраструктура была на первом месте, а потом была экономика. То есть он от частного уходил к общему. Теперь у него все наоборот. Я не понимаю позицию. Еще очень интересна была позиция главы администрации Гагрского района, который на совещании у президента сказал, что у нас полтора миллиарда доходная часть бюджета. И очень хотелось бы, чтобы в Ачимчирском районе и в Кварчейском районе вот это везде было то же самое. Ну, примерно вот такой тезис у него был. Мы все хотели бы, конечно, чтобы полтора миллиарда бюджет был и у Ачимчирцев, и у Кварчейцев, и у Гальцев. Мы искренне это хотим. Это наши районы. Я сам от Кварчейски. И близкие мои родственники живут в Ачимчире. Но я хочу задать вопрос главе администрации Гагрского района, что на апартаментах получил такие доходы. Это налоговые и неналоговые доходы. Там же нет апартамента в Гаграх. Гагра как встала на ноги, вспомните, первые отдыхающие, когда начали появляться в Гагрском районе, в Питсундах, люди сдавали собственные дома, собственные квартиры, спали во дворах и на улицах для того, чтобы вот так они вставали на ноги. Вот так у них появлялись деньги, чтобы потом расшириться, потом появились гостиницы. И вот сегодня благодаря этому, вот этому процессу, у Гагры есть возможность собрать такой объем налогов. Это и с точки зрения экономики выгодно, когда твои граждане все зарабатывают, тогда и мультипликативный эффект выше. Когда ты даешь заработать только одному, лишая своих граждан возможности для развития, будущее, если мы сегодня открываем апартаменты в Ачимчирском районе, на большее, что могут рассчитывать жители Ачимчиры, это фартук горничный. То есть обслуживающий персонал в самом лучшем случае. Нам даже этого не позволят, потому что, как высказалась менеджер, по-моему, кто там в Москве реализовал апартаменты в Пицундах, они собираются построить закрытые кластеры, которые самодостаточные, которые не будут взаимодействовать с экономической средой в Абхазии. Вот у них будут собственные контрагенты в России. Вот примерно такие же схемы будут в Ачимчире. Если кто-то думает, что их пустят за забор внутри этих объектов, он глубоко заблуждается. Поэтому мы сегодня не готовы к этому. И я еще раз хочу подчеркнуть. Вопрос не в том, апартаменты хорошо или плохо. Апартаменты сегодня в Батуми тоже работают. Апартаменты работают на Кипре, в Черногории. Во многих странах мира они работают эффективно. Но давайте посмотрим, какая социальная среда. В Грузии, вот в данный момент, какая социальная среда? Институциональная. И какая у нас? В Грузии за нарушение, там уровень контроля, уровень законодательства совершенно другой. В этом плане им надо отдать должное. Они в этом направлении пошли намного дальше нас. Там с коррупцией борются. Там есть гарантии для инвесторов. Там, в конце концов, закон работает. В нашей стране сегодня, вот в четвертый год у нас у власти глава государства находится, была череда проблем, серьезных проблем. В энергетике были проблемы. С майнингом были проблемы. Мы постоянно обсуждаем. Мы просто в критической ситуации в сфере энергетики находимся. И мы не можем решить проблему майнинга. Они не могут решить проблему майнинга. И сегодня они выходят и говорят, вы знаете, давайте мы вот это начнем делать. Мы обязательно это будем контролировать. Как можно в это поверить? Так что я против. Главная угроза для нас связана, конечно же, с демографической безопасностью. Что ты в этом плане сказал? Этот фактор другие страны не рассматривают. И это вполне обоснованно, что не рассматривают. Но мы не рассматривать этот фактор не имеем права. Он у нас приоритетный, потому что, если у кого, конечно, сохранилась историческая память, то для него это важно. У нас в истории нашей страны были неоднократные примеры того, как нас пытались делать меньшинство. И эти процессы, они очень негативно отразились на нашей, на абхазском народе, на абхазской нации. Мы... Был очень сложный период геноцида, махаджирство было. У нас были очень сложные сталинские времена. Мы не можем все это забыть. У нас весь тяжелейший советский период вот этого процесса переселения закончился в итоге. Трагически он закончился войной, в результате которого мы потеряли лучших представителей целого поколения. Причем не одного поколения. Поэтому это самый главный вопрос. Вообще, всегда и везде, вопрос безопасности, он в приоритете над вопросом благополучия. И прежде чем думать о каких-то экономических аспектах, всегда нужно вначале оценить, какие угрозы и вызовы могут возникнуть у нас через 5 лет, через 10 лет, через 15 лет. Может, не у нашего поколения, а у наших будущих поколений. В результате реализации этого проекта. Это очень важно. Это необходимый элемент государственного мышления. То есть ты не можешь ради того, чтобы сегодня заработать и, извините, набить себе живот, создать своим детям такие проблемы, которые неизвестны, чем для них обернуться. Поэтому это для нас имеет принципиально важное значение. И это фактор, он вообще, этот фактор перевешивает все остальные факторы. Вообще, даже я в данный момент, учитывая это обстоятельство, вообще считаю, что тема обсуждения вопроса о апартаментах, она вообще в ближайшее время недопустима. У нас нет такой возможности. Когда нас будет, извините, миллион человек, и у нас будет четкая тенденция прироста населения, тогда какие-то предпосылки еще возникнут. Так что вот так. Насколько в целом этот законопроект противоречит нашему основному закону, Конституции и другим законам? Я бы не сказал, что такого явного противоречия есть Конституции. Конституция у нас, к сожалению, такой документ, что уже непонятно, что ему противоречит. Сама деятельность руководства нашей страны противоречит Конституции. Вот это правильно было бы сказать. В некоторых вопросах просто грубейшие нарушения Конституции есть, где президент считает себя, считает, что ему кто-то что-то должен, он позволяет себя вести абсолютно вальяжно, проявляя полное неуважение к другой ветви власти, которая существует в стране. Это законодательная власть. А в соответствии с Конституцией у нас вроде бы там прописано, что присутствует какой-то баланс. Само поведение нашей власти, оно зачастую антиконституционно. Вот это. И все остальное производно от этого. И мы уже просто не удивляемся тому, что так стало, что все экономические проекты, которые сегодня афишируют представители власти, власти, там чиновники, что там есть всегда какой-то интерес. Вот мне просто интересно, вот Сергей Миронович, по-моему, Шамба, сказал на встрече в общественной палате, вот вы говорите все продали-продаля. Кто продал, он задался вопросом. У меня другой вопрос. Вот у нас мы все время отдаем. Абхазский народ с этого ничего не имеет. Вот абхазский народ с этого не имеет. Кто имеет с этого? Ну, кто-то же должен иметь с этого. Так же не бывает, что мы просто все время что-то отдаем. И вот эти апартаменты. Сейчас возник вопрос, что апартаменты, если мы не примем апартаменты, Российская Федерация, правительство России обидится. Опять у нас какие-то будут. Это такая же тема, как была спецсундой. Каждый раз. У меня абсолютно нет никакого доверия к этим людям. И когда они что-то пытаются нам объяснить, сказать, что они нам говорят, что вот мы, знаете, мы вам вот это сделаем, вот это сделаем. В это невозможно верить, потому что они, все, что они до этого говорили, ничего они не сделали. Тех обещаний, которые они давали, они их не выполнили. Как можно верить тому, что они сегодня говорят? Я просто убежден, что везде, во всех этих проектах, везде есть коммерческая составляющая, есть аффилированные лица в Абхазии, которые имеют к этому отношение. То есть там есть элементы коррупции. Что бы ты сказал о самой системе продвижения в парламенте вот таких законопроектов, соглашений, которые фактически несут угрозу существованию нашего государства? Что это такая за система выработалась у нас? Ну, то, что, как это осуществляется продвижение. У нас, ну, это такая уже масштабная проблема. Опять же, мы возвращаемся к Конституции. У нас Конституция 94-го года, она выполнила свою роль. Она очень долго нас держала на плаву, чего греха таить. Был период времени, когда она вообще отвечала реальности в сложное послевоенное время. Она полностью соответствовала той правовой среде, институциональной среде, в которой она возникла. Сейчас жизненный цикл Конституции закончился. Мало того, что он сам по себе, он постепенно уходит. Мы его еще самостоятельно внутри добивали. В 2004-м году, в 2014-м году у нас были неоднократные случаи, когда мы просто растоптали Конституцию, выбросили ее. И теперь вообще не только с Конституцией, вообще с законами у нас какая ситуация? Когда органам государственной власти выгодно, она вспоминает о законе. Когда ей невыгодно, она тихо о нем забывает. То же самое по положению Конституции. То, как сегодня абсолютно отвратительно, омерзительно, можно сказать, протаскиваются грубо эти законопроекты через парламент. Это, конечно, говорит о том, что ни у кого в этой стране нет ответственности перед народом. Нет никакого уважения к народу. Сам факт того, что депутаты парламента по Питсунде, я хочу вспомнить ситуацию, депутаты парламента собрались в 5 утра. В 5 утра собрались. Я не знаю, как это можно объяснить. Там никаких оправданий. Это не нарушение регламента. Это больше, чем не нарушение регламента. Это какой-то постыдный поступок перед своим народом. Как будто они что-то делают тайное, плохое. Я считаю, что нужно менять конституцию. Нужно ее убирать. Она уже практически не действует. Нужно разрабатывать новую конституцию, в которой все ветви власти... Информировали. Я не знаю, кем угодно, по рядовым участковым. Все несут ответственность перед народом. Это самое главное. У нас нет ответственности. Самая главная проблема всей нашей сегодняшней жизни вот этой безответственности, расхлябанности нашей, вот этой лжи бесконечной, где водят за нас целый народ, который этого не заслужил. Это безответственность. Ну, часто, значит, власти говорят, что без инвестиций нет развития. Это да. Но почему-то не говорят о том, на каких условиях должны прийти инвестиции. Вот об условиях. Вот что бы ты сказал? Какие должны быть условия? Кстати говоря, очень хороший вопрос про инвестиции. Я не знаю, какую часть экономикса они учили, это читали, представители нашей власти. Вообще, инвестиции инвестициям рост. Инвестиции бывают не только внешние, бывают еще и внутренние инвестиции. Когда вы приглашаете иностранных инвесторов на территорию своей страны, вы обязательно всегда должны тоже учитывать и собственные интересы. Если вы в ущерб своим интересам тащите сюда инвесторов, это уже не нормально, это уже не экономика. Когда нам говорят, что мы должны постоянно предоставлять льготы, преференции иностранным инвесторам. Вот каждый раз у нас был 14, до этого был закон по иностранным инвестициям с льготами. Потом у нас в 14 году возник закон об инвестиционной деятельности. Вообще там целым парадом льгот. И теперь вот сейчас вот это соглашение появляется, которое там вообще безоблачные льготы, которые ни в одной стране мира инвесторам не предоставляют. На самом деле, что нужно для того, чтобы инвестор приехал в страну? Ему не в льготах дело. Ему важно, чтобы в стране был порядок. Правопорядок. Закон работал. Ему важно, чтобы была политическая стабильность в стране. Ему важно, чтобы был низкий уровень коррупции. Чтобы не было такой практики, когда инвестор приходит к руководителю и говорит о том, что он собирается инвестировать в какую-то сферу, а руководитель ему говорит, предоставь мне, дай мне денег, либо предоставь мне долевое участие в размере 10%, а сейчас у нас в последнее время стало и 25, и 30%. И инвестору это не надо. Инвестору надо, чтобы законы, власть была открытой, законы были стабильны, чтобы государственные закупки, которые в стране происходят, были открытыми, прозрачными. Вот что нужно инвестору. Ему нужна стабильность внутри государства. Мы этой стабильности не создаем. У меня всегда такой пример. Мы напоминаем людей, представьте себе, что мы имеем магазин, в котором никто ничего не покупает. В соседнем магазине люди покупают, в другом магазине люди покупают, а у нас никто ничего не покупает, потому что у нас, извините, продавец-наркоман, он грубо обращается с покупателями, он их обсчитывает, он их обманывает, а мы каждый раз приходим, и вместо того, чтобы уволить продавца, мы каждый раз снижаем цены. Вот каждый раз, мы уже у нас нулевая рентабельность, но мы продолжаем снижать и держать вот этого продавца. Может быть, нам просто продавца поменять? Нам не нужно постоянно включать в эти законы дополнительные льготы, преференции. У нас уже государство, уже не выгодно, народу не выгодно, уже присутствие иностранного инвестора. Может быть, мы начнем с другой стороны решение этой проблемы. Мы давайте наведем порядок внутри страны, давайте бороться с коррупцией, давайте сделаем власть более прозрачной, а не так, чтобы строить заборы, закрываться от средств массовой информации, не давать обществу, народу сведения о том, о чем они там кулуарно сидят, обсуждают. Конечно, инвестор не приедет. Если в конце концов в стране беззаконие, если ваших инвесторов убивают, бросают в колодцы, кто к вам приедет? Какие бы вы там льготы не дали, ни один нормальный человек? Приедут какие-то полубандиты, олигархи, которым не собирая, им нужно просто воспользоваться вашими ресурсами и забыть о вас. Но люди, которые реально хотят вложить в абхазский бизнес собственные деньги, принять участие в развитии этой страны, они не приедут в такую среду. Так что проблема, мне кажется, в этом. Как ты думаешь, каким должен быть путь выхода наиболее приемлемый для нашего государства и народа? Ну, выход из ситуации связанных с этим законом, да. Ну, я думаю, что, конечно, при наличии здравого смысла у власти, учитывая то, что общество очень серьезно подкинуто на ситуацию. Причем вот эта волна протеста нарастает, и если хоть какой-то здравый смысл есть у президента, именно у президента, и этот вопрос не адресуется администрации президента, не депутатам, а именно у президента, этого будет достаточно для того, чтобы этот закон убрать вообще с повестки. Убрать окончательно с повестки и не рассматривать его, не выносить и все. Я думаю, что это разрядит ситуацию. Насчет моратория, конечно, было бы замечательно, потому что сегодня вот вообще трансформация этого закона, он сперва вышел как закон о продаже жилой недвижимости иностранцам. Потом, кстати говоря, вот я хочу подчеркнуть, в семнадцатом году или в шестнадцатом году как председатель партии Айнар, группа, то есть руководство нашей партии встречалась с представителями администрации президента Российской Федерации. И на этой встрече, это была такая неофициальная встреча, и на этой встрече нас просили пойти на компромисс в этом вопросе, не создавать проблем для власти и предлагали модель, что вот этот закон о продаже жилой недвижимости будет действовать только вот по Чемчирском, Гальском и Творчейском районе. Был даже вариант такой, что давайте, хотите, мы сделаем только в Творчейском районе и то на время. Только вот как бы давайте без вот этих митингов. проходит сколько лет, это 17-й год был, проходит вот сколько лет, постепенно, постепенно, вот мы приходим, он постоянно это закон, они его меняют, название поменяли там, апартаменты внесли там, чтобы это как бы не раздражало жилье. Ну по сути апартаменты это жилье. Вы как угодно это назовите, это жилье. Человек живет, это жилье. Прописку вы ему сегодня не дадите, завтра он будет требовать от вас эту прописку. У нас будут такие же проблемы, как и в России. Нам далеко ходить не надо на примерах. Достаточно посмотреть то, что в самой России происходит с этим вопросом. Так что я не знаю, я очень надеюсь, что мораторий, конечно, было бы замечательно ввести, вообще закрыть этот вопрос. Но главное не мораторий, мне кажется. мы все равно этот президент может быть завтра что-то другой механизм придумает, они что-то другое вынесут. Придет на смену ему другой президент, повестка-то не меняется, российско-абхазских отношений, ни у кого не хватает духа пойти и сказать, что этот вопрос вообще не обсуждается, он табу. Вот придет другой президент, опять какая-то модель, и каждый раз нашему народу надо будет стоять на этой площади, надо будет митинговать, это просто практика уже надоела. Мы уже тоже устали, просто сколько можно этим заниматься. Наверное, мне кажется, все-таки нужно какие-то серьезные реформы провести, раз и навсегда изменить эту ситуацию, потом и на всех вот этих, в том числе таких инициативах поставить точку. И такой завершающий вопрос. Сегодня мы ведем съемки в день, сегодня 23 июля, когда в 92-м году были приняты символы республики Абхазия, флаг и герб. Какое значение имеет эта дата для нашей истории? Ну, для флаги, герб государства это символы этого государства. Для нас, лично, для Абхаза, для меня лично, вот я могу сказать за себя, то я помню предвоенные годы, мое детство прошло в тот период, когда вот шел процесс, начался процесс обострения, и мы абхазцы, наш дворик небольшой, он был абхазский, мы делали абхазский флаг, мы брали кусок красной материи, макали руку в краску белую и потом и вешали, потом дрались с этими грузинами, они снимали, потом мы с ними дрались. Когда появился такой крутой флаг, мы вообще, конечно, мы были восхищены, или я не знаю, как это сказать. Потом этот флаг еще связан с самой войной. Мы его пронесли же через всю эту войну, и он не просто там какой-то символ для меня, вот как символ государства, это символ героизма нашего народа, с ним связаны все воспоминания, я когда смотрю на флаг, я вспоминаю именно вот эти сложные военные годы. Это очень важный праздник, важный и необходимый праздник. Мы живем, к сожалению, в такое время, когда вот лучше бы, мне кажется, нам проще было во время войны, потому что во время войны мы знали врага в лицо. Теперь этот враг растворился внутри нас и разрушает наше государство и все, что сделано столько лет таким трудом, такими усилиями. Вот это самые тяжелые периоды нашей истории. Мне кажется, вот сейчас самые тяжелые периоды. Нам главное сейчас выстоять, не отдать нашу страну кому-то, не дать ее разрушить, не дать вообще завершиться, закончиться абхазской идеей. Вот самое главное. Мы преодолеем эти трудности. Конечно, преодолеем. Куда мы денемся? Спасибо. Спасибо.